объясню что тут происходит значит ситуация следующая любой из вас может заказать этот материал ну в любом строительном магазине вашего города именно атлас но но иногда вы взяли материал как работать этим материалом фиг его знает не хватает опыта я вам больше скажу мы были в гданьске на заводе атласа да и обучались этому материалу и все равно как бы теория теории а практика она прям очень важно и поэтому сейчас неплохой день чтобы мы показали в деталях практику то есть смотрите приобрести вы его приобретете легко а деталях нюансах если вы уже захотите повторить наш подвиг сейчас мы собственно я расскажем значит мы берем мешок он 25 килограммовый до отмерили правилную пропорцию воды 30 грамм до 6 литров да сейчас мы взяли половину мешка начну 3 литра сюда смотрит пропорцию надо это важно полный размер ведра сделан так что когда ты засыпаешь воду смесь полный мешок не переливается остается это на этом уровне не брызгается и очень важно когда ты мешаешь чтобы выравнивающий чтобы не загнать туда воздух да понимаешь и за все время так миксером когда замешиваешь чтобы все эти крылья уже оставались в растворе внутри а понял да мешаешь и не запускаешь на лишний воздух чтобы потом выгонять проще но это когда ты делаешь именно наливные полы в наш нашему материалу пока это не просто удобно ведро согласен давай еще раз про то что мы сделали а то слишком шумно было просто повторим мы сделали так что посмотрели про грамотную пропорцию воды на мешке написано нужно воды в данном случае от 5 литров до 6 литров воды надо было сейчас пока пробный вариант идет дальше время то поняли как все происходит взяли пол мешка на 4 литра воды на пол мешка замешали на борцы воды очень важно строительных материалов конечно потому что то не получится что-то вывести и будет нехорошо да теперь мы замешали материалы сколько им надо отстояться независимости что это декоративная штукатурка клей для плитки самовыравнивающие полы всегда замешали первый раз ждем пять минут для чего нужно чтобы сработала вся химия начала реакция и потом еще раз перемешать чтобы это было равномерно можно ли в этот раствор будет добавить жильки нет нежелательно то есть либо вырабатываем его либо никаких добавлений да потому что свойства если сейчас основной слой а теперь гребеночка и гребенка у нас восьмерка до но чтобы она обветрилась более быстрее если масштабно делаешь больше объем или на фасаде стоишь на фасаде стоишь ты вообще наброска что вообще ничего не было ни солнца не ветра здесь как бы ты на я снова подождать пока влага выйдет до влага выйдет он начнет схватываться но будет еще мягче ориентировочно сколько ждать минут тридцать в этом помещении то есть получается что мы замешали пять минут ждем в этом помещении замешали но нанесли до 30 минут перекуп мы подходим смотрим то есть как как проверить пальцем дотрагиваемся если на пальце осталось да еще не готова когда будет мягкая но на пальце не остается грубо говоря тогда тогда можно уже а следующий продукт это идет анти прилипающее средство чтобы не прилипало шаблона раствор специально силиконовый раствор который мы промазываем силиконовый полиуретановый шаблон для на чтобы делать оттиск удобно было делать оттиск промазали этим саблоном и нас ничего не прилипает на штукатурке просто выливаем его ведро намного не надо плашня расход очень маленький 5 литровой конец и хватает примерно на какой объем считай что на квадрант рассчитан на 50 миллилитров наносим кистью теперь мы верем в обратную сторону скручиваем для чего сейчас замотаю покажу для того чтобы она будет вам будет делать оттиск да чтобы мы взяли приложили и погнали я пойду в середине буду прожимать до начинать скручиваться убегай пока не убегай красота она уже даже не покрашиваем 10 до значит смотрите в деталях третий боец скручивается тот кто посередине он проглаживает это ручкой от валика и первый он аккуратненько раскручивает работу выполняет три человека делается на слаженно на это первые несколько метров прошел руку набил и потом уже пошло скручивай так ну по раствору да я теперь понимаю почему надо сверху делать вниз потому что капает этот косманская или она не мешает обслуживать она высыхает и на форме ничего не остается на просто идеально и в чем прикол всего этого безобразия в том что понятно что форма может быть как бы у многих разные и каждому кто сейчас не посмотрит видит когда я сам такую форму делал даме любую доску не нет я не знаю как но здесь эффект 3d то есть эта доска на дают такой эффект то есть ты смотришь и там видно прям каждую такую ворсиночку каждую опилочку каждый вот такой неровность каждый сучочек в эффекте 3d еще пока она мокренькая это прям ты ощущаешь я первый раз когда это увидел прям не поверил это не та история когда вы просто взяли форму что-то оттеснули и там получилось какое-то жалкое полно потренироваться потому что когда ты тренируешься на стене это может быть какая-то нехороший эффект а когда на образце то по приколу получаем сейчас руку набили уже грубо говоря действия каждой своей отточил попробовали причем пробует не лучших вариантов этот не прогрунтованный образец он весь шатается ну как прислоненный лист или гипса то есть худший вариант на стене конечно же будет немножко по-другому все это выглядит полегче ну вот самая фишка смотри он делает это первый раз но до этого он 10 лет был маляром это тоже очень важно то есть если вы профессионал то вы поймете эту технологию она налегке сложно сказать пойдет ли она у вас если вы это самостоятельно по программе сделай сам делаешь просто посмотрим но андрюха берет его и ведро вырабатывает ощущением когда наносишь на что похоже что за материал финиш импэш и что она что нашу шуму шуму как декор обычно очень-очень мелкий полторашечку декор наносим фактически по ощущениям как синоптики г на улице минус 15 но по ощущениям минус 5 так и здесь если маляр за эту работу взялся то эффект такой как будто мокрый фасад дело но это по сути он и есть да мокрый фасад мазано сначала намазал потом только а а а и а и а и ты полностью все стеночку обычно 30 минут ждать но опять учитывайте ваши погодные условия ваш рельеф и так далее мы ждем верить берем палец прижимаем на пальце осталось пока еще нельзя до прижимаем мягкая но на пальце не осталось можно значит забываем историю про 30 минут 20 секунд смотрим по раствору зависимости от вашей ситуации если палец у вас чистый работаем палец грязный ждем 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 это тот самый момент когда можно всякие сопельки подобрать потому что мы понимаем что мы работаем в зоне трех миллиметров и каждая помарка каждая соплинка которая была здесь оставлена она такая останется имеется ввиду например ну какие-то не точные вещи первым начинали вот сейчас что-то вариант когда мы берем и смазываем форму форму мы будем смазывать перед каждым нанесением раствор можем или зафиксировали и намазываем что формочка скручивается в обратную сторону да понятно что это делает не один человек ну вот он момент истины и понеслось смотрите один просто раскатывает мастер второй берет валик ручку от валика и просто прокатывает оттиск и дело нажимает прижимает и третий парень за ним же берет и снимает а 4 просто снимает работа нервная конечно я им конечно под руку приобщать залази при мне хорошо но мы прям можем видеть эту картинку уже ну что ж вот он первый кайф и пошел смотрите насколько шикарная форма и эффект 3d он он видел сразу его не спрячешь каждый сучок каждая его дырочка каждая каждая мелочь видно и это первая доска конечно же я думаю что здесь первый блин должен быть кому здесь должны быть какие-то дефектики несмотря на то что мы постарались сейчас мы показываем как угол заворачивается вообще уникальный вещь на ходу придумал придумаем первая доска не зашла у нас да как следует там судя как у себя перила там она такая же а вау это прикол знаешь в чем что на периле и что здесь когда у гатора идет задержка когда он его загоняет остаются такие рубцы вот можно видеть или минус это прийти рубцы и вот она природная доска вот вот эти рубцы видите эти рубцы ладно будем сходит они уже отбили одну доску как можем видеть и сейчас просто находим этот же самый рисунок прикладываем его и поехали разглаживаем понятно что ты ощущаешь глядя вот на это видео мы пришли в каком состоянии сюда до какого состояния довели когда ты видишь как рождается какой-то новинка какая-то ноу-хау которую никто до тебя не делал блин это такие офигенные ощущения и вот и реально час не находишься на работе ты реально сейчас кайфуешь просто так круто выглядит видеть как доски уже проявляются но самый прикол в том что мы находимся в мезониме и делать поворот с этого и давайте у вас доска должна повториться как бы везде мы преследуем такую цель и вот это вот даже не покажешь потому что здесь метр пятьдесят четыре человека здесь стали как мы тут разъедемся но выглядит это вот примерно вот так вот как сложнейшая операция какая-то сейчас происходит даже понимаю как я им действую на нервы сейчас но тем не менее так что у нас там была одна сразу пошли следующие а ты можешь вставлять вот этот квадрат чисто уже дерево с торца но у тебя такое ощущение что вылезла балка то есть украшающего нас занеские завороты но не не я просто не мы делали у нас заказывал чувак мы делали вот как раз вот именно торцовую часть на самом деле все с любого древесина который тебе понравилось делается бараширование лакируется снимается силиконом форму просто вот арест такой надо сделать и тогда в общем можно и пока оператор снимал он плечом задел какой-то фрагмент возвращаемся ставим форму перекатываем подправляем легким движением руки шорты превращаются кусочек у нас неровная линия в наших у корешни и мы еще тоже подтянем вот кусочек смотрите просто делать накладочку у нас стенка которую только что два часа назад мужики закончили сколько на квадратов у нас получается 12 примерно 15 но не факт 12 20 квадратных метров то есть мои технолог приходит строительную бригаду 20 квадратных метров под его чутким руководством все это происходит теперь смотрим за спиной мужики сами почесали мы можем пить кофе да но и главное показать да все нюансы нанесения примыкания к углам если где-то что-то ошибки либо замуж люди всем ошибаемся бывает что и пальцем тыркнешь и не речь сейчас идет не немножко не о том а усвояемость материала то есть что все боятся я сейчас куплю этот материал как я с ним буду работать вообще по сути дела чем у нас все закончилось два часа работы фактически мужики уже обучены уже тема пошла разумеется это не ребята охранники там или завтра сервиса до мужики это те строители ради которых как бы и работают производители то есть в бригаду попадает технолог два часа своих тратит 20 квадратов проходит эта технология настолько легкая что она прямо идет на ура единственное мы не видели финиш их глазами они его не выкрашивали там тоже бывают нюансы тоже бывают нюансы сначала нанести кисточкой да и потом состарить и не состарить все что захочет клиент видит это да но сказать что прям за два часа мы обучились маловато еще придется один раз я приехать показать так если бы это была стенка квадратная там три на три до 23 часа приехать один раз на два часа занести и потом просто показать нюансы покраски и все и сейчас вот фишка в чем в том что божественный получается вид это реально круто обучение занимает пару часов понимаете кого прикол то есть атлас придумал действительно очень комфортный продукт я первый раз когда его увидел мои ощущения были что-то не то мы когда были в даньске помнишь ты гришь снимает показал на 3 досках нет играл снимай это круто я снял для инстаграма просто короткий ролик показать как это выглядит потом когда я увидел как люди начали на это реагировать уме instagram начала разрываться количество людей которые захотели это у себя их множество а я к этому спустя рукава немножко отнесся и не показал детали и нюансы сейчас мы приобрели этот материал и мы его реально сейчас поюзаем погоняем со всеми деталями сейчас эти детали увидите вы и теперь его реально можно продавать потому что деталях можем проконсультировать насколько он хорош и с чем с какими подводными камнями вы столкнетесь второй момент техническая поддержка я думаю что в любой стране где есть атлас техническая поддержка примерно на таком же уровне приезжая технолог на своем авто здесь вот на месте тусуется вся технология а да я отбивается и все работает да ты вроде все очень хорошо и грамотно рассказал показал да еще дальше мелкие нюансы тоже там увидите услышите володя дальше уже это все откорректирует покажет так что да будем пользоваться смотрите конечный итог и будем рады помочь но все почесали дальше сейчас посмотрим насколько музыки хорошо все это усвоили